МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане растет число женщин, занимающихся проституцией. Эксперты связывают эту проблему с ухудшающимся социально-экономическим положением женщин в стране. Несмотря на то, что власти ужесточили наказание за занятие древнейшей профессией, штрафуют на крупные суммы или отправляют под арест на срок до 15 суток, ситуация не меняется. Камария Хрур из Сагдийской области продолжит тему. Безработица и житейские проблемы вынудили Рудобу заняться проституцией, и если бы у нее была работа, то она не выходила бы по ночам на дорогу и не подвергала бы угрозе свою жизнь. Несколько лет назад Рудоба развелась с супругом и теперь воспитывает одна своего ребенка. Мы не хотим заниматься проституцией. Мы тоже хотим спокойно работать в чистом и уютном офисе. Была бы работа, думайте, мы бы вышли на улицу торговать своим телом. Я провожу ночь с мужчиной за 20-30 с самани. Что еще мне остается делать? Парламент Таджикистана в октябре 2015 года ввел изменения в административный кодекс страны. Теперь, согласно одной из статей закона, проституция считается правонарушением, а обвиняемые могут лишиться свободы на 10-15 суток, либо оштрафованы на сумму от 800 до 1600 самани. Это более 200 долларов. Однако, по мнению Рудобы, принятые меры по искоренению в республике проституции не принесли желаемого результата. Раньше было проще. Сейчас закон ужесточился. Лучше бы нас обеспечили работой. Если каждый из нас будут выплачивать по 25-30 самани, а наших детей устроят в садике, то мы не будем заниматься проституцией. Мы вынуждены выходить на улицу. А ведь у нас есть предприятие. Пусть возьмут нас на работу в качестве дворников или посудомоек. На днях милиция города Худжанд задержала 7 женщин в возрасте от 23 до 40 лет. Все они занимались проституцией. 6 женщин на 10 дней лишили свободы, а в отношении еще одной приняли штрафные санкции. Ей пришлось заплатить штраф в сумме 400 самани. Это около 50 долларов. В Таджикистане проституция не считается преступлением, а административным правонарушением, говорит Наргиз Набизода, судья города Худжанд. Суд постановляет, Достова Манзура Саидовна обвиняется в административном правонарушении и согласно 130 статье 2 части Административного кодекса Республики Таджикистан лишена свободы на 10 суток. Финансовая нестабильность девушек и женщин вынуждает их заниматься непристойными делами, в том числе и проституцией, утверждает правозащитница Фазинисо Вахидова. К великому сожалению, число женщин, зарабатывающих на жизнь своим телом, за последние два года увеличилось. Тому есть несколько причин. Основная из них, конечно же, финансовое состояние людей. У них нет работы и хорошего заработка. Это их и заставляет заниматься непристойными делами. По официальным данным, сейчас половина населения Сагдийской области – женщины, а это один миллион человек. Таджикистан не располагает статистикой о количестве трудоустроенных женщин. По наблюдениям, одна часть женщин работает на предприятиях и в организациях, другая трудится на рынках и на полях. Остальная часть занимается домашним хозяйством, говорит Хайринисо Расулова, эксперт в области гендерных вопросов. Женщины из-за низкого уровня образования идут на различные непристойные дела. Также им обещают обеспечить работой за рубежом. Обманным путем выводят из страны и там заставляют заниматься грязным делом. Все формы борьбы с проституцией, разъяснительные и карательные, в Таджикистане оказались неэффективными. Они лишь частично ограничили поле деятельности или загнали проституцию в подполье. Точное число женщин, занимающихся древнейшей профессией и таким путем зарабатывающих на жизнь в Таджикистане, неизвестно. Эксперты считают, что только обеспечив женщин рабочими местами, можно говорить о сдвиге в этом вопросе. В противном случае никакие штрафы не помогут. Репортаж подготовил Камари Ахрур, Садийская область. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахада Цейбназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку www.iwpr.net. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.